7 ноября, понедельник. Коридор затмений. Неблагоприятный день для хирургических операций. И я напомню о том, что коридор затмений – это очень важный период трансформации, когда важно отличить правду от лжи и возникающие возможности оценивать адекватно. Важно не впадать в иллюзии и самобичевание, не ругайте себя лишний раз. Возможно, за этот период вы сделаете огромный прорыв, станете увереннее в себе, сильнее духом и действительно чего-то достигнете. Мнения со стороны могут мешать, поэтому это время проверки на то, насколько вы соединены с собой и чувствуете интуицию и сигналы вашего собственного тела. Отбрасывайте страхи и сомнения и смотрите в будущее с ясной головой. Для того, чтобы гармонизировать раху и кету, то есть иллюзии, которые перед нашими глазами кажутся очень явными, и все-таки посмотреть в глубину всего этого, понять, что есть иллюзия, а что есть реальность, рекомендуется слушать, причем катху, посвященную раху и кету. Ссылочка в описании под видео. Рекомендуется это делать на протяжении каждого дня коридора затмений, и тогда с вами не будет происходить каких-то событий, очень неожиданных, очень иллюзорных, внезапных, страшных и так далее. Солнышко по дизайну человека находится в 1.2. Быть в согласии, равняться на универсальные истины. Творчество – естественный способ самовыражения, и в зависимости от ваших намерений оно может принимать разные формы. Творческое самовыражение усиливается, когда вы направляете внимание на свои устремления, цели и ценности. Любовь – это свет. Реализуем через 2.2 одаренность – получить доступ к познанию, которое не поддается логическому объяснению. Вам доступно внутреннее познание, которое не связано с накопленной информацией. Помимо этого дизайн человека дает такой посыл. Вы знаете, когда нужно отступить, и это одно из ваших сильных лидерских качеств. Но и вы настолько жили со своей истиной, что она стала осязаемой реальностью, и это производит огромный эффект на других людей. В целом, мы являемся в этот день отражением того, что происходит вокруг нас, и наоборот, вас окружают те, кто олицетворяют ваш внутренний мир. Желание поехать в далекое место, где есть сё, и горы, и лес, и моря, или возможность окружить себя совершенно разными людьми, люди, которые едят совершенно разную еду, занимаются совершенно разными делами, находятся в совершенно разном умонастроении, обладают абсолютно разным материальным достатком, придерживаются абсолютно разного мировоззрения или религий. Действуем из альтруистических помыслов, отдыхаем, когда устали после работы, которая была направлена на то, чтобы заработать на подарок для важного для вас человека. Энергия семьи подкрепляет нас и даёт веру в себя. Дизайн человека формирует правоугольный крест феникса. Это мистическое животное, которое испытывало страздущих загадкой. И какая бы загадка перед вами не стояла, помните, что все ответы находятся внутри нас. И это понедельник, день луны. В целом день очень благоприятный для того, чтобы поехать на природу и проводить время у воды, гулять возле водоемов, фонтанов, благоприятно носить жемчуг, серебро, белую одежду, для женщин преимущественно платье, на ночь выпить стакан молока, а перед сном принять ванну с морской солью или с молоком. Очень хорошо в этот день вспомнить о маме с теплом и благодарностью. Можно ей позвонить, если она жива, навестить, сказать ей теплые слова. Если ее уже нет, можно просто вспомнить о ней и помолиться. Лунная энергия усиливается в атмосфере преданности и заботы, умении оказать поддержку в кругу семьи и друзей, естественное желание заботиться о других людях и бескорыстно помогать им. Усиление лунной энергии способствует духовное поклонение, обращенное к Божественной Матери. И не столь важно, как именно ее зовут в вашем религиозном миропонимании, образ несет одну и ту же энергетику. Понедельник благоприятен для любых повседневных дел, связанных с водой, пищей, жилищем, женщинами, торговлей, психологией. Можно делать самые разнообразные работы с землей, например, сажать что-то или строить, заготавливать еду, стричься, заниматься лечением, украшениями, налаживать отношения или нанимать на работу. Благоприятно закупаться продуктами питания, особенно молочными. Молоко, купленное в этот день, становится целебным и исцеляет от многих болезней. По понедельникам хорошо убираться в ванны и мыть раковину. Я напомню о том, что очень хорошо разделять семейные обязанности и уборку по дому на разные дни недели, для того, чтобы все не наваливалось в один день и вы просто не падали в выходные от усталости. В понедельник хорошо стирать, мыться, ходить в бассейн или баню, совершать любые очистительные ритуалы, например, пить воду с лимонным соком или с базиликом, делать клизмы или заниматься ножными ванночками. Ничто так не разрушает лунную энергию, как непочтительное отношение к матери в мыслях, словах или действиях. В ведах говорится, что кроме биологической матери, человеку приходится матерью кормилица, опекунша, мачеха, мать мужа, жена духовного учителя, женщина, которая относится к нему как мать, а также земля и корова. Не следует совершать действия, связанные с огнем, оружием, загрязнением воды, выносом хлама, насилием, трауром, дальними и длительными поездками, хорошо духовные, беседы во время чаепития, например, с подругой или с мамой, занятия медитацией, развитие оптимизма, контроль за своей речью, внимательное отношение к своим словам и поступкам, водные процедуры, прохладный душ утром и теплый, расслабляющий вечером, пребывание у моря, озера или реки, плавание, заведение аквариума и кормление рыбок. Также благоприятно использовать ароматические масла из белых цветов, они несут благоприятную успокаивающую энергию луны. Самое главное в понедельник это следить за своими эмоциями, быть в гармонии с ними, контролировать их, находиться в состоянии умиротворения, потому что луна в ведической астрологии это энергия заботы, женственности, это ум как здравый смысл, наши эмоции, наше восприятие. Когда луна не гармонична, мы беспокойны, подвержены стрессу, пугливы или истеричны. И мы стремимся к самым позитивным энергиям луны, это умиротворенность, бескорыстность, сострадание, всепрощение, благодарность за все в жизни, желание и способность заботиться о других. У женщины желание реализовать себя как жена и мать. Уважение и любовь к матери, вне зависимости от уровня ее развития и черт характера. Принцип ненасилия. Для хорошего результата благих действий рекомендуется также ежедневно по утрам, желательно перед завтраком слушать мантру, гармонизирующую все планеты. И для гармонизации каждой планеты можно слушать индийские сказки-притчи, которые называются Катхи. Для луны она самая коротенькая и ее можно послушать по ссылочке в описании к видео. При этом у нас 14 лунные сутки, это очень важный день. Сейчас можно и нужно осуществлять то, что вы давно планировали. Все начатое в этот день просто обречено на успех. Причем начать любое дело будет легко. Обстоятельства сами начнут вас к этому подталкивать. Гоните прочь сомнения, потому что только они смогут вам помешать. Энергетика этого дня может дать склонность к сомнениям, но вы должны знать, что для них нет никаких оснований. Это просто проверка. Так ли сильно вы хотите то, что планировали? Будьте решительны, и тогда все получится. В этот день вы будете творить все, что вам нужно, так легко, как будто мир сделан из пластилина, и вы можете лепить из него все, что хотите. Если дадите себе настройку на восприятие мира как пластичной субстанции, дела пойдут еще легче. Если вы позволите сомнением и страхом охватить себя, то упустите благоприятный шанс начать что-то хорошее и новое. Отгоните от себя эти чувства и сразу же займитесь каким-нибудь активным делом. Можете подышать или походить, выгрузить страх через тело. В эти лунные сутки можно сделать практику духовной пищи, которая заключается в том, чтобы употреблять пищу более осознанно и умеренно. Можно даже почитать перед едой молитву или аффирмацию. Должным образом, сосредоточенно я принимаю пищу не для развлечения, не для объединения, не для набора веса, не для приукрашения, а только для поддержания и питания этого тела. Для того, чтобы разрушить старое болезненное чувство голода и не произвести нового, неприятного чувства присыщения. Таким образом, моя жизнь протекает плавно, легко, умиротворенно и безупречно. Подробнее про эту практику можно посмотреть или послушать, опять же, в ссылочке под видео. При этом луна у нас находится в созвездии Ашвини, которая благоприятна для любых начинаний и инициатив, которые направлены на какую-то быструю непродолжительную перспективу. На изучение чего-либо, лечение, целительство, омоложение, занятия физическими упражнениями, строительство храма, такой духовный аспект, установка алтарей, культовых скульптурных изображений. Благоприятно для улучшения внешности, ухода за волосами, можно на стрижку сходить, да, у нас понедельник и Ашвини, благоприятный день для стрижки получается. И, в принципе, для любых косметических процедур. Деятельность, требующая быстроты мыслей и действий. Деятельность, связанная с лошадьми. Продажа и покупка. Совершение путешествия. Починка транспортных средств и различных механизмов. Надевание новой одежды и украшений. Высаживание семян будет быстрый всход. Изучение астрологии и систем самопознания. Юридические действия. Смена имени на новое. Хороший день для энтузиастов. Сосредоточьтесь на самоисцелении. Поймайте свой ум и усердно очищайте его молитвами или мантрами. Добавьте философских книг. Коммерсантам и дельцам не стоит в этот день ничего покупать, только продавать. Избавляйтесь от недвижимости и старых автомобилей. Хороший день для того, чтобы пойти к психологу, астрологу, хироманту или нумерологу для успокоения нервной системы и осознания того, что все будет хорошо. Оглянитесь вокруг и придайте смысл сегодняшним запланированным и неожиданным встречам. Возвращайтесь к естественной жизни. Настрой на день. Я расстаюсь с раздражением, отравляющим душу. И я направляю всю силу своего гнева в конструктивное русло. И я достигаю цели без напряжения и без потери душевного равновесия. У меня достаточно сил, чтобы добиться всего, чего я желаю. В качестве зрительного образа рекомендуется представить себе красный огненный шар. И я желаю, чтобы этот день прошел у вас в радости. Очень позитивное, энтузиастское созвездие Луны должно давать радость, духовность, посыл. И чтобы ваш день прошел достаточно гармонично, легко и просто. И я напомню о том, что если вы хотите попасть на консультацию, онлайн, аудиоконсультация, текстовая консультация, я работаю во всех форматах, вы можете найти мои контактные данные под видео. И не забудьте поставить этой записи лайк, подписаться, если вам приглянулся мой голос. И желаю вам всех благ, безусловной божественной любви.